МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Александр. Добрый вечер. Стрителю очень важно для нас. Я думаю, для нас это не менее важно. Поэтому я не преувеличиваю значение появления. Господин президент, добро пожаловать на Евроньюз. Первый мой вопрос касается европейско-белорусских отношений, в которых сейчас наблюдается потепление. Весной пройдет саммит Восточного партнерства в Праге. Вы поедете в Прагу? В том, что мы заинтересованы в отношении с Европейским Союзом, об этом спорить нечего. Я вам приведу пример. В прошлом году мы торговали по ноябрь месяц, это еще не полный год, примерно на 22 миллиарда долларов. Такой товарооборот примерно будет с Европейским Союзом. С Россией 35 миллиардов долларов. Это очень важно, но не это главное. Сегодня существует целая система вызовов. Многие вызовы не могут разрешиться без Беларуси. Наркотики, транзит нелегалов и многое-многое другое до транзита энергоносителей. Все это связано с Беларусью. Европа в этом крайне заинтересована. То есть, есть обоюдный интерес, и это толкает нас к нормальным отношениям. Что касается Праги, я считаю, что это не принципиально. Кто поедет в Прагу? Я поеду, еще кто-то поедет. Мы, кстати, об этом пока не думали и приглашение не получали. Вопрос не в этом. Кто-то будет в Праге, мы будем обсуждать те проблемы, которые заключены в Восточном партнерстве. Это очень прагматичный и разумный шаг и своевременный шаг Европейского Союза. Одна из областей, где разногласия между Белоруссией и Европейским Союзом выглядят труднопреодолимыми, это то, что связано со свободой прессы, с демократичностью выборов, с деятельностью оппозиции. Вы готовы к диалогу с европейцами по этим проблемам? Вы знаете, мы ведем диалог в том числе и по этим вопросам. Что касается средств массовой информации, я считаю, что ничего не надо запрещать. Пусть люди читают. Они знают президента, у них сложилось определенное мнение за 13 лет о президенте. У нас есть прозрачное, четкое законодательство, разработанное на стандартах Европы. И Франции, Германии, Англии, мы ничего не выдумывали. И нас, когда начинали критиковать, мы им показывали, откуда эти нормы конституции, что нас за это критиковать. Кстати, Европа не очень-то интересуется сутью нашей оппозиции. И что же это такая за оппозиция, которая борется уже в центре Европы 20 лишним лет, наверное, и никак не может хотя бы одного человека привезти в парламент. Даже, откровенно говоря, при поддержке власти. Что касается выборов, мы выборы в Беларуси проводили так, как нам показывала Европа. Вот они приезжали к нам от Евросоюза, от ОБСЕ и говорят, вы знаете, у вас вот это не так, надо так. Хорошо, будет так. Какая страна себе может позволить проводить выборы в нарушении собственного законодательства? Никакая. Мы нарушили все, но делали по понятиям Европейского Союза. Господин президент, финансово-экономический кризис затронул и Белоруссию. Сильно он ударил по стране? Пока нет. Да, мы экспортоориентированная страна. И что касается экономики, то падение спроса в мире, оно, конечно, отразилось у нас. Потому что, ну, наверное, процентов 65 валового внутреннего продукта мы экспортируем. Мы входим в десятку европейских государств, экономика которых экспортоориентированная. Но наши товары были примерно в три раза по цене ниже ваших, европейских и мировых в целом. Что касается финансового кризиса, он бы нас вообще не коснулся. Мы не бросили свою экономику на Уолл-стрит или же на какую-то другую биржу. Но из России, вы это знаете, когда россияне все стали отжилить в банке, начали менять рубли на валюту, на доллары, переводить в евро, он немного коснулся и нас. Поэтому мы часто золотовалютных резервов направили на поддержание нашей валюты и вынуждены были, чтобы получить их в том числе кредиты от Международного валютного фонда и прочее, где-то девальвировать на 20% нашу валюту. В прессе можно в последнее время часто встретить утверждение, что интерес Западной Европы к Белоруссии и наоборот связан с возросшей ролью Белоруссии как страны-транзитера газа. Нет ли у вас опасений, что эта роль может снизиться, когда заработает проект «Северный поток»? Ни северные, ни южные потоки сегодня не могут заместить тот поток энергоресурсов, который идет в Европу через Белоруссию. Это 30% природного газа и примерно, ну, наверное, процентов под 75-80% углеводородного сырья, нефти. И то, что по «Северному потоку» ну, миллиардов 30 дополнительно Европа получит, то в виде потребления в Европе растет по природному газу. Во-вторых, что касается транзита, то самый удобный и короткий, короткое плечо транзита – это Белоруссия. Даже через Украину, если поставлять, то это значительно дороже. Не говоря уже о «Северном потоке». Это убыточный проект, но это дело России. Я думаю, что надо было все-таки достроить Ямал-Европа газопровод. Одну нитку проложили, надо было проложить рядом вторую, тем более вся инфраструктура для этого была создана. Но не транзит энергоресурсов делает привлекательным нашу страну для европейцев. Абсолютно нет. В последнее время очень много представителей крупнейших и транснациональных европейских компаний приехали в Беларусь. И все они даже в условиях кризиса готовы здесь вкладывать и инвестировать. Около двух недель назад информационные агентства сообщили со ссылкой на российских официальных лиц о том, что Беларусь просит у России кредит в 100 миллиардов российских рублей. Появлялись также сообщения, что Россия может обусловить выдачу этого кредита признанием со стороны Беларуси, Абхазии и Южной Осетии. Что касается Абхазии и Осетии, я уже несколько раз об этом говорил, у нас есть в этом плане своя позиция. Мы не приемлем никакого давления ни со стороны Европы, ни со стороны России. У нас избран парламент, он обсудит этот вопрос, в рамках нашего законодательства несут предложение, и мы решим эту проблему. Но это никак не было связано с этими кредитами. Мы предложили на последних переговорах россиянам, чтобы российский рубль уже сейчас делал шаги к тому, чтобы стать настоящей полноценной региональной валютой. Вы дайте нам кредит для того, чтобы мы могли на первых порах вам же этими деньгами заплатить за поставки энергоресурсов. Вот с чем это связано. У нас добрые отношения, и мы гордимся тем, что у нас добрые отношения с россиянами, выстраиваются отношения с Европой, и мы выполним свою роль вот этого связующего звена моста между Востоком Европы и Западом. Господин президент, большое спасибо за интервью. Спасибо вам за привет.